Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Рекламно-информационная программа. Культ Поход. Добрый день и добро пожаловать в программу Культ Поход на волне 101.0. Ведут сегодня передачу Николай Голиков и Владимир Сметалин. Ну, Николай уже отрубил тут сегодня час. Да, это, кстати, был мой дебют, это, кстати, был мой дебют как главного ведущего в эфире. Ну как, немножко тревожно? Да еще как. Нервозно, ну ничего, даже голосок дрожал. Да, ну я объясню еще, почему у нас в первом часе именно такая пара ведущих была. Мы же растем, мы же развиваемся, пробуем новых людей, новые голоса. Вдруг получится что-то новое и необычное, что, конечно же, будет приятно нашим слушателям. Так ведь? Конечно. Ну а что касается сегодняшнего Культ Похода, то, конечно же, у нас сегодня будет большой розыгрыш призов. И у нас сегодня замечательные, интересные гости. Да еще какие гости! К нам в наш город с гастролями приехал. Ага, впечатлитесь, кто же к нам приехал. Государственный академический центральный театр «Кукол» имени Сергея Владимировича Образцова. И сегодня у нас в гостях в студии, во-первых, директор театра Ирина Корчевникова. Ирина Леонидовна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Снова приветствую вас. Вы практически ровный год назад были в нашей студии. Два. Нет, в прошлом. В 15-й год. А, в 15-й год. В 80-й театру. Ой, какая же тебе короткая память, Володь, как время ты летит. Ну, время летит, время летит со скоростью ракеты. Да, еще одна наша гостья, Ольга Андрейкина, специалист по связям с общественностью Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. То есть того самого центра, благодаря которому театр Образцова у нас. Да, да, да. Здорово. С каким настроением пожаловали? Сегодня мы знаем, да, вы только что прибыли. Прибыли практически. С прекрасным. Из холодной, мерзлявой Москвы. В холодную, мерзлявую вятку. Нет, в более теплую. У вас дождь, у нас снег. Ничего себе. У нас тоже снег бывает в это время года. Но теплый прием все растопил. Ну и сразу же обозначим, первый спектакль в рамках гастролей театра Образцова будет дан 13 мая, то есть уже завтра. Завтра. Да, мы сегодня поговорим и о той программе, с которой вы к нам пожаловали, что это будут за постановки. Ну, давайте уже рассказывайте. Я хочу сказать, что... Мы уже сказали, что наш город, это такая тоже особая территория в плане любви к театру Образцова. Да, самое интересное, я рассказала до эфира, как вы уже поняли. А вы повторите. Мы уже пообщались. Не все слышали. Не все слышали. Действительно, Кировская область четвертый раз принимает участие в программе «Большие гастроли», которую реализует Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности. Программа эта уникальная. За последние, я не знаю, лет 30 такого не было гастроли за государственный счет проходит, представляете? И при участии принимающей страны, которая тоже софинансирует эти гастроли в плане проживания и внутреннего трансфера. Ой, а приоткроете, пожалуйста, эту тайну. А как это происходит? Театр говорит, мы хотим поехать на гастроли к какому-то там федеральному ведомству. Значит, гастролями. Федеральный центр занимается по преимуществу гастролями федеральных театров, федерального подчинения. Знаете, у нас есть такие региональные театры, местные подчинения, и федеральные, которые подчиняются Министерству культуры напрямую. Ну, не только федеральные. Так как у нас в этом году, например, 51 регион, соответственно, театров не хватит федеральных. Плюс мы, конечно, не в состоянии возить такие крупные театры, как Большой и Мариинский. Некоторые выпадают. Их не везде можно привезти. Ну, как-то, да, регионы пугаются. Тесновато. Тесновато. Не везде сцены находятся. У нас достаточно демократическая процедура. То есть регион пишет, может выразить пожелание, какой театр хотели бы они увидеть у себя. И вот в этом году победил по голосованию жителей Кирова-Оренбурга театр имени Сергея Образцова. Мы ничего не знали. Да, мы пошли навстречу. Да, но оно не общее, оно такое тайное достаточно. Специалисты только участвуют. Ну, театр принимающий, так как участвует в софинансировании, имеет некоторые права на... То есть мы должны сказать спасибо нашему театру куколу. Да, вы должны сказать театру куколу. Спасибо театру куколу. Я прошу прощения, да, в Кирове. В Оренбурге тоже будут. В Оренбурге там в программе. Гастроли огромные у театра Образцова. С 13 по 30 мая. Только представьте, театр будет путешествовать. Киров, Оренбург, Кирово-Чепецк, Орск, Новотроицк. Огромная программа. Так что гастроли большие, прекрасные. И у зрителей есть возможность увидеть не только детские спектакли. Есть такой стереотип ужасный, и мы с ним боремся, что театр кукол — это детский театр. Нет, он совсем не детский. Я думаю, и наш театр имени Афанасьев. И ваш театр совсем не детский. И они тоже с этим стереотипом борются. Да, и очень отрадно, кстати, что возвращается жанр театра кукол не как детского театра, а как просто театра, как видоискусства. А подробнее о спектаклях вам расскажет уже Ирина Леонидовна. Ирина Леонидовна. Мы уже можем себя считать постоянными гостями Кирова, потому что два года назад мы здесь были. Мы влюбились в этот театр, мы влюбились в ваш город, в ваш регион, в ваших зрителей. У вас замечательный театр, и поэтому инициатива руководства театра и, соответственно, правительства Кировской области пригласить нас нам очень понравилось. Потому что, в общем, у нас тоже был выбор, но мы сразу сказали Киров — да. И федеральный центр нас поддержал, потому что это тоже немаловажно. Ну, очень демократично, очень. Да, это тоже немаловажно. Оставайтесь такими. Безусловно. Потому что, ну, вы можете себе представить, если раньше в советское время театры выезжали на месяц, приезжали в регионы, регионы приезжали в Москву, как отчетная какая-то программа, то в последние годы все изменилось. Частное продюсирование, которое очень накладывало большую эпидемию на стоимость билетов. Это было ужасно, потому что частный продюсер из своего кармана вытаскивает деньги, платит за гостиницу, за транспорт, за, ну, все услуги оплачивает. В результате стоимость билетов мифическая. И не всегда была доступна для зрителей. И вот, наконец, возникла эта замечательная программа, которая себя оправдывает. Четыре года она существует, она себя полностью оправдывает. Лучшие федеральные театры приезжают со своими в основном премьерами. Но и не забываются и старые спектакли. Например, мы привезли, естественно, классику. Самый знаменитый спектакль, который только существует. Причем это пожелание... Необыкновенный концерт, безусловно. Это пожелание города, это пожелание театра. Ну, это просто было бы неправильно, если бы этого не было специально. Странно. Такую визитную карточку. Потому что я когда родился, он был. Я живу-живу-живу, а он все есть. Да, мы недавно... Не стареет, не стареет. Я старею, он-то нет. Мы только недавно отметили 70 лет. И в 1946 году был этот спектакль поставлен. И самое любопытное, что этот спектакль можно смотреть нон-стоп. То есть можно посмотреть некоторые номера, а потом опять продолжать по-новой их крутить. Но, естественно, мы привезли премьеры. Мы привезли премьеры... Простите, я сразу уточню. Необыкновенный концерт уже завтра в 3 часа. Да, завтра у нас 2 спектакля. Я смотрю на программу. В 3 и в 6. Завтра 2 необыкновенных концерта. И оба необыкновенные. Да, и в 6 часов мы как бы заявляем такое открытие наших гастролей. То есть как бы официальное открытие. Официальное открытие гастролей в 6 часов вечера. Затем мы привезли наши премьеры. Мы привезли замечательный спектакль «Аленький цветочек». Это особый спектакль, поставленный нашим главным режиссером Борисом Константиновым. Все привыкли... Лауреатом национальной театральной премии «Маска». Так уж. Дважды. Дважды, говоря. И четырежды номинант этой «Маски». И плюс у него еще куча всевозможных. Он один из самых таких знаковых режиссеров в нашем кукольном мире. Вот этот спектакль, который мы привезли, это особый спектакль. Это не сказка про красавицу-чудовище. Девочка полюбила вот такое чудовище, и он стал сразу красивым мальчиком. Нет. Она гораздо сложнее. Это такой сказ. Там много-очень много руссконародных песен. У нас очень хорошо поющие актеры. И он такой немножко для более старшего возраста. Не для трех. 6-7-8-9 лет. Сказка о любви. Дальше мы привезли премьерный спектакль, который мы только 6 октября на открытии нашего международного фестиваля сыграли. Это спектакль «Дон Кихот». Спектакль для взрослых. Постановки Екатерины Михайловны Образцовой. И замечательный художник этого спектакля, академик, главный художник нашего театра Сергей Александрович Алимов. Потрясающие куклы. Уникальные куклы. И дальше мы привезли два маленьких спектакля, которые мы будем... Мы всегда, понимаете, соблюдаем политез. Здесь замечательный театр. Здесь можно показать все спектакли. И на большой, и на малой сцене. Чаще всего, когда мы приезжаем в какой-то город, мы наши спектакли показываем на сцене театр-драмы. Иногда и оперы, потому что у нас большие спектакли. Но мы всегда... Это тоже, наверное, накладывает какой-то определенный... Да. Но мы всегда соблюдаем политез. Всегда для театра кукол мы привозим. И сейчас у нас есть еще два маленьких спектакля, которые также лауреаты «Золотой маски». Это «Снеговик». Там и актер, и режиссер, и художник лауреата «Золотой маски». Тоже в постановке Бориса Константинова. И спектакль, практически новый спектакль «Али Баба и 40 разбойников», который мы покажем на малой сцене этого театра. И еще один премьерный спектакль мы привезли. Зимний. Но мы никак не можем его отложить только на зиму. Мы посмотрели, у нас все время, и в июле будем его играть, и в июне. Аншлаговый спектакль «Щелкунчик». Новый спектакль, в котором два соавтора... Не такой уж он и зимний. Да, два соавтора. Особенно по нынешней погоде. По нынешней погоде, да. Два там соавтора. Всесезонный. Спектакль, в котором авторами является Чайковский и... Гоффман. И это очень красивый спектакль. Я надеюсь, что он понравится зрителям. И вообще, я думаю, что... То есть литературная основа от Гоффмана, музыкальная основа от Чайковского. Да, и там они как бы два соавтора. Это Андрей Лучин, да, режиссер? Да, режиссер Андрей Лучин. Лучин и художники, замечательные художницы Лизы Дворкина и Музусо по куклам. Это всегда иногда разделяется, иногда нет. Вот такой обширный репертуар. Дальше мы привезли еще один спектакль для самых маленьких, который называется «Три поросенка». Это тоже премьерный спектакль. Он решен в старой наивной режиссуре. Вот то, как это было у Сергея Владимировича Абрасо, даже с таким фальшзанвесом. И имена у поросят те же самые. Это классическая сказка по Михалкову, естественно. Поэтому это мило, симпатично. Опять-таки это Содружество Абрасо и Алимова. Поэтому там, как всегда, потрясающие куклы. Я надеюсь, что мы удовлетворили спрос города. Всем понравится. Потому что мы привезли премьеры. То есть особо долго не раздумывали, какой материал сюда к нам вести. Да, премьеры и необыкновенный концерт. Ну, чаще всего мы знакомы с новым театром. С тем театром, который сегодня живет, существует. Но это ведь интересно. Да, это интересно. Ну, вот мы тоже в нашей программе, у нас есть несколько особенностей. И одна из них — это гастроли, спектакли для детей. Потому что их коммерческие прокатчики вообще не берут. Там цену повыше не поставишь. И не только театр Образцово, где есть довольно серьезный детский репертуар. Но и театр Маяковского, например, у нас везет обязательно. Вот они возили. Сейчас у нас гастроли начались в Петропавловске-Камчатском. Наша программа живет под девизом «Широка страна моя родная». 51 регион. На самом деле так. Широка. От Петропавловска-Камчатского до Севастополя. И от Хабаровска до Владивостока. Хабаровск-Благовещенск. В общем, городов у нас очень много. У нас есть сайт, называется «Большие гастроли.РФ» или «Федеральный центр поддержки гастролей деятельности». Там есть все наше расписание, гастроли, описание и все такое прочее. Богато живем. Традиция гастролей детских спектаклей для нас прям очень важна. И очень важна для нас спецпрограмма, которая существует в рамках гастролей театров. Это творческие встречи, семинары руководителей театров в первую очередь с принимающими площадкой. Вот у вас в Кирове пройдут два семинара Екатерины Образцовой и Бориса Константинова. Борис Константинов, я насколько знаю, не чужой. Кировской, Кировой вятки. Поэтому его в театре очень ждут, любят, знают. Смотрю мастер-класс Екатерины называется «Воплощение через куклу». А у Бориса? Да, очень красиво называется «Театр внутри себя». Театр внутри себя, да. Очень интригующе, мне кажется, должно быть очень интересно. Борис замечательно говорит. Да, и всегда собирается очень много народа, приезжает из близлежащих таких регионов. И семинар «Театральная педагогика», который у вас проходит. Это по работе со зрителем и с театром. Такая обширная программа «Гастроли Театра имени Образцова». Сейчас мы сделаем небольшую паузу. 30 секунд буквально. 30 секунд, затем уже наши гости будут задавать вопросы, и мы начнем играть. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ поход. Поздравляю еще раз всех нас в наш город, в Театр кукол имени Афанасьева. Приехал с гастролями Театра кукол имени Сергея Образцова. Крупнейший, главный Театр кукол в стране. И представляют сегодня театр директор Ирина Карачевникова и Ольга Андрейкина. Специалист по связям с общественностью Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Который, собственно, эти гастроли организовал. Мы сейчас с Николаем быстренько озвучим тот список призов, который у нас сегодня есть. И затем уже будем задавать вопросы. Внимание! 211-101. Заранее напоминаю номер нашего телефона. Я уже даже в руки взял. Конечно же, раз уж к нам приехал Театр Образцова, то билет на спектакль «Аленький цветочек», о котором только что нам очень подробно рассказала Ирина Леонидовна. Билет этот будет разыгран на 17 мая, на 15.00, на две персоны. Драматический театр наш, Кировский, сегодня тоже присутствует. Во-первых, это постановка «Обед из трех блюд» 14 мая в 5 часов вечера. И во-вторых, «Клятвенные девы» 20 мая в 17.00. Театр Наспасская приглашает на уникальный спектакль. Он уникален тем, что будет показан только один раз. Это бенефис нашей актрисы, любимой Елены Васильевой. Называется «Чудо любви». Два билета на двоих. Ну, как нам сказали, нельзя говорить на основании какого первоисточника спектакля. Нельзя. Под страхом. Нельзя, да, под страхом смерти. Но говорят, что все с первой секунды поймут, о чем идет речь в спектакле «Чудо любви». Билеты на две персоны. Киномакс тоже у нас сегодня есть. Билеты на две персоны. И далее книжки. Книжки ближе к Николаю, поэтому Николай сейчас их трогать и озвучивать. Да, у нас ведь еще идет и видеотрансляция, не забывайте. Поэтому вас ведь видно. Девчонки, вас видно. Что же вы сразу не предупредили. А вот мы такие вот коварные мужчины здесь. Как коварные мужчины в Кирове. Книга Александра Кабакова «Старик и ангел. Грустная история жизни». Ну, еще раз говорю, с хорошим завершением, с хорошим концом жизни. Всегда есть место чудо. Александр Кабаков «Старик и ангел». Ольга Шестова. Книжка под названием «Возраст. Полезная и познавательная книга о семи теориях преодоления старения. О том, как отменить личное старение. О том, как старости как таковой не существует». Хорошая книга, я согласен. Ольга Камаева «Елка из школы с любовью. Прямо так, от старости в школу». И «Дневник учительницы. Искусственная. Откровенная книга о буднях молодой учительницы истории. Много правды, искренности, любви, сомнений и открытий. Неожиданный финал. И невозможно остаться равнодушным». Стивен Вульф. Линнет. А, это, видимо, два. Это два автора, да. Стивен Вульф и Линнет по два. «История кометы. Как собака спасла мне жизнь». Трогательная история о дружии безнадежно больного человека и английской борзой кометы. Эти и другие книги вы можете купить в магазине «Читай город». У него два магазина по адресам Преображенская улица 65 в торговом центре «Театро». И Ленина 103 в торговом центре «Крым». Ну, еще несколько слов о галерее «Прогресса». Она вас приглашает, во-первых, на выставку «Общество потребления планеты Земля». А, во-вторых, на кинопоказ лучших фантастических караметражек. 18 мая. «Сай-фай шорт» в галерее «Прогресса». Ну что, давайте уже задавать вопросы нашим слушателям. Я думаю, что многие с нетерпением ожидают возможности дозвониться. Ирина Леодиновна будет задавать вопрос. Вопрос 211-101, напоминаю. Ну, хорошо, я задам вопрос. Коварный вопрос. Ну, наверное, вы знаете об истории немножко нашего здания, в котором мы сегодня работаем. А какой знак на нашем здании говорит о том, что это театр кукол Сергея Владимировича Образцова? Что это за знак, расположенный на фасаде? На фасаде нашего здания. По адресу? Садово-самотечная улица, дом 3. И ежедневно, каждый час к нашему зданию подходят не только зрители, но и просто пешеходы. И ожидают, когда этот знак начнет давать о себе знать. По-моему, вопрос такой коварный, что не ответили уже сразу. Добрый сутки. Ой, убавляйте, пожалуйста, радиоприемник. Убавляйте. Убавили? Александр меня зовут. Очень приятно, Александр. Это часы. Правильно. Правильно. А вот я знаю об этих часах одну вещь, что часы в Кировском театре кукол Афанасьева и ваши часы делал один художник. О, еще одна связь, да? Да. Так и понимаю, это мир кукольного театра, но все, по-моему, взаимосвязано. А какая связь? Я что-то сейчас неправильно сказала. У нас есть, просто на самом деле, у нас в театре, в фойе, есть такая интересная кукла. Кукла. Огромная, большая кукла, которая двигается. Кукла. Связь есть. Да, не такая. Это делал тот же самый художник, который потрясающие знаки поставил в театре, в Кировском театре. А, вот, да. Ну, вернемся к Александру. Мы про него забыли немножко. Александр. Вы угадали. Да, да, да. Ваш ответ совершенно правильный. Что хотите получить? Билеты в Киномакс. Билеты в Киномакс. Ну, вот, кино победило. Пока. На данный момент. Хорошо. Не кладите, пожалуйста, трубку. Вам сейчас пояснят, куда прийти за этими билетами. Кино победило в бифе, но не победило в войне. Да. А может быть, следующий вопрос от Ольги? Сразу же, Ольга. Да, да. Я не очень коварная. Вернее, коварство у меня такое простое. Поэтому вопрос, наверное, будет простой. Все помнят замечательного ведущего в необыкновенном концерте Сергея Абрасова, но все ли помнят, как его зовут? В этом концерте, собственно. Да. Как зовут ведущего необыкновенного концерта? Вопрос простой. Как зовут ведущего в спектакле необыкновенный концерт? Да, совершенно верно. Вот я его даже представил. Да, да. Осталось вспомнить, как его зовут. Помните, вот самый старый, маленький телевизор, и там показывают необыкновенный концерт? Он во фраке. У него такое звучное имя, очень театральное, яркое. Кстати, необыкновенный концерт, занесенный книгой рекордов Гиннесса, да? Да. Как спектакль исполняемый уже почти 10 тысяч раз. Самый продолжительный. То есть это по количеству показов, да, а не по возрасту как бы? Нет, не по количеству показов. Именно по количеству показов. По возрасту есть более старый спектакль. «Синяя птица» в Амхате в 1908 году была премьерой, до сих пор идет этот спектакль. Ну, я думаю, необыкновенный концерт никто уже не догонит, потому что вы его каждый раз, да не по разу. Самое интересное, что не требуется реклама, вот он не требует спектакля, это как только мы объявляем в репертуаре, да, билеты раскупаются. Хотя вроде бы название, подумайте, такое нехитрое, да, необыкновенный концерт, да, всего лишь, ну вот так вот. Есть звонок, мы слушаем вас. Алло. Меня зовут Олег. Да, Олег, вы в эфире. Как зовут ведущего в «Необыкновенном»? Я думаю, это «Зиновья Гет». Оп. Синовий Герт озвучивал этого ведущего, вы правы, но как зовут персонаж? Гуглите быстрее. Сам персонаж. Я могу подсказать имя, а вы фамилию назовите. Эдуард? Так, видимо загружается долго. Задумывались. Ну, вы практически на 50% уже близки. Вы одной ногой победитель. Грустно вас отпускать, без приза-то, Олег. Там интересная фамилия очень. Ап. Эдуард Кап. Ап. Ап. И тигру ног моих сели. Мы ответили? Мы не ответили еще. Нет, Александр пока еще думает. Олег. Две буквы имени уже произнесены. Олег. Знаете, бывает человек с такими амбициями. И вот эта фамилия происходит от этого слова. Олег. Ну, ло. Ло. М. Не аплодисментов. Нет. Мы уже сказали. Аплом. Сказали уже. Аплом. Апломский. Аплом. Аплом. Верно. Так. Авантюра не удалась. Но за попытку спасибо. Да так ведь у нас? Спасибо. Так что, я думаю, Олег. Будем следующий поднимать все-таки звонок. Я думаю, что мы уже назвали фамилию. Да, и все-таки конечно. Олег, что вы хотите? По идее мы приз должны отдать Ирине Корчевниковой. Потому что она угадала фамилию персонажа. Олег, давайте. Но Зиновий Герцер был первым. Неожиданно сложный вопрос. Зато вспомнили замечательного артиста Зиновия Герцер. Олег, это не так уже. Вы большую долю эфира у нас съели. Давайте быстро. Что вы выбираете? Если можно, на концерты Броссова. То есть на театр Броссова. На театр Броссова. Билеты, да. Но это не обыкновенный концерт. Спектакль. Оленький цветочек. Да, Оленький цветочек. 17 мая в 15.00. Не кладите, пожалуйста, трубочку. Быстро убегаем на рекламу. Скоро вернемся. Вам объяснит. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ поход. Гастроли театра кукол имени Сергея Броссова начинаются в нашем городе. В театре кукол имени Афанасьева Ирина Корчевникова у нас сегодня в гостях. Директор театра кукол имени Абрасова и Ольга Андрейкина. Специалист по связям с общественностью Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Мы сейчас в перерыве уже кировскую жизнь начинаем обсуждать. Кстати, вот мы сказали, что спектакль «Три поросенка» Это очень актуальный, между прочим, спектакль нашего города. Потому что у нас тут недавно тоже домик от ветра рухнул. У нас капитальное строительство не выдержало ветра и упало. Поэтому все, естественно, сразу вспомнили сказку эту добрую про трех поросят и сказали, что, пожалуй, дома надо строить. Я, конечно, всех мудрее дом построил из камней. Так, по-моему, да? Пожалуй, это было бы лучше. Я других почему-то поросят вспомнил. Там другую тройку. Ну, да ладно. Давайте продолжаем загадывать, да, нашим загадки слушателям. По рок-н-роллу дарим, да? Как всегда, по рок-н-роллу. Потому что я, невзирая на гостей, всегда спрашиваю, кто про что, а вшивый все про баню. Я всегда спрашиваю про рок-н-ролл. Я попрошу Дениса поставить небольшой фрагмент музыкальный. Я сейчас представляю, как куклы могли бы танцевать. Да и люди могли бы вполне. Правда, вещи довольно-таки старые. Мы слушаем голос Джей Джей Кейла. Это такой представитель классической гитарной американской школы с очень интересной судьбой. К сожалению, 4 года назад от нас ушел. Но он уже в таком пожилом возрасте ушел. Он очень интересный гитарист. Один из наших российских гитаристов. Сейчас просто приведут статус. Сказал про него так. Он не виртуоз. Он гитарный примитивист. Он настолько просто играет на гитаре, что завидно издать два звука за 4 куплета. И так много сказать это что-то. И вопрос мой такой. Кто из наших отечественных гитаристов собственно говоря, про него так вот сказал. Про Джей Джей Кейла. Это был Шнур? Это был Чиж? Или это был Чума? Вот кто из этих троих товарищей? Чиж, Шнур и Чума. Отозвался от творчества американского гитариста. Это все прозвище, да? Ну, Чумычкин, Игорь. Это Чума, конечно. Чиж, но мы не думаем. Чигроков, да. Ну и, соответственно, Шнур. Ну, он вообще-то Шнуров, да. Лидер группировки Ленинград. Кстати, уже желающий ответить есть. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый день, а можно и добрый вечер. Мы можем договориться. Как вас зовут? Наталья. Наталья, говорите громче, пожалуйста. Говорите громче и говорите коротко. Кто же сказал это? Шнур? Да. Первая попытка не удалась. Дадим вторую? Давайте. Давайте. Остался Чиж и Чума. Значит, Чиж. Вы по порядку просто так идете, да? Бинго, вы угадали. Это сказал, конечно, за Чиж. Сергей Николаевич что-то сказал. Да, он очень большой поклонник Джей Джей Кейла, кстати, и очень много его слушают. Я просто знаю, что Сергей Николаевич очень завидует Эрику Клэптону. Говорит Эрику Клэптону, все хорошо. Про Клэптону я спрошу во второй загадке, потому что они с Кейлом тоже большие друзья. Вот. Ну что, Наталья, что вы выберете? 20-е число театр. 20-е число, 20 мая. Это у нас клятвенные дела в драмтеатре. Да. Да, хорошо, не кладите трубку. 5 часов вечера 16, плюс вам есть уже 16 лет? Я думаю, что да. Вы думаете, что да? Хорошо, не кладите трубку, вам редактор объяснит, как получить билеты. Дальше по кругу с меня вопрос. Да. Ну, у меня вопрос будет с Великой Отечественной войной связан. Все-таки, я думаю, что мы весь май, все нормальные люди в нашей стране живут победой весь май. Да, можно я так вот выражусь, да? Я сейчас назову временные отрезки, а вы должны будете дозвониться и, собственно, назвать, что же происходило в этот период временной. Итак, середина июля 1942 года и начало февраля 1943. Вот такой временной промежуток. Вот с середины. С середины июля 1942 года и до начала февраля 1943. Ну, извините, что я удалился все-таки в тему. Да, мы давно уже удалились. Победы, но... Ну, вот хочется... Извините. Ну, хочется... Удалились вместе с вами спокойно совершенно. А что же это вот за такой промежуток? Что же происходило, да? Да. Вот под каким названием это вошло, собственно, в историю. Ты можешь уже говорить о слушателях. Что это блокада. Алло. Ленинграда. Нет, все-таки блокада Ленинграда. Это сентябрь 41-го и конец января 44-го все-таки. Да, подручная она была. Хорошо, послушаем. Да, спасибо. А, ну, хорошо. Просто я вам хотел подсказать... Ну, ладно же. Еще ждем, собственно, звонков. 211-101. Подсказываю, это битва. Просто какая. Да, я. Середина июля 1942-го и начало февраля 1943-го. Кстати, вы наши гости, как День Победы, где были? Как и все, около экранов телевизора. Экранов телевизора. Парад, да, на Красной площади. Парад на Красной площади. И не только парад, Бессмертный полк тоже. Слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Савелий. Да. Мне кажется, это Сталинградская битва. Конечно, Сталинградская, да. Да, все верно. Именно в этот период. Что вы хотите получить в качестве приза? Если можно, книжку. 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 А какую? Старик и ангел, возраст, елка из школы с любовью или дневник учительницы и история кометы, как собака спасла мне жизнь. Ну, не мне, а герою книжки. Если можно, Старик и ангел. Еще раз? Старик и ангел. А, Старик и ангел. Ну, наконец-то. Кабаков с четвертого раза. Я вообще удивился. Так давно. Великолепная книга. Берут все, что угодно. Кабакова оставляют. Не кладите, пожалуйста. Вы сделали правильный выбор. Да. Мы дальше продолжаем задавать вопросы. Мы обращаем свои взоры на вас. Ага. Я и просим вас. А вы думаете, вопросом отделаться? Так не бывает. Хорошо, пожалуйста. Нашему театру исполнилось 85. Мы пошли на 86-й. Приближаемся к 90-летию. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, есть ли у нас в репертуаре спектакль, который практически, который практически, почти ровесник нашего театра? То есть, вариантов-то ответа два. Есть, либо нет. Либо нужно назвать его. Мы назовем. Да, хорошо. 211-101. В репертуаре театра кукол имени Сергея Бородцова. Есть ли спектакль долгожитель, который практически ровесник самого театра? Слушай, сегодня у нас отвечают очень быстро. Кукольное искусство у нас любят, смотрите. У вас замечательный театр. Роскошный театр, конечно. Слушаем вас внимательно. Добрый день. Добрый день. Я думала, что есть ровесник, потому что в 31-м году был открыт театр. Я думала, что такой спектакль есть. А вот теперь тогда дополнительный. Допустите, как вас зовут? Как вас зовут? Мы еще не выяснили. Меня Наталья. Наталья, да. Наталья. В 1936 году был поставлен спектакль «Волшебная лампа Алладина». Замечательный спектакль. В 1940 году был поставлен спектакль «По щучьему велению», который практически называют «Чайкой». Для театра Сергея Бородцова. И до сих пор они у нас в репертуаре и пользуются огромной популярностью. С огромным успехом у нас идут практически всегда с аншлагами. Ну, не говоря уже о классике, необыкновенный концерт, «Божественная комедия». Это более поздний, но, тем не менее, это спектакль, который не нуждается в рекламе. У нас есть... В названии... Название. Это спектакли, которые в первозданном виде существуют. Ну, куклы могут там ремонтироваться и так далее, но они существуют в той иконографии, которую создали художники. То есть всё сохраняется, всё сохраняется и существует. Но есть спектакли, которые повторяют названия, которые были, да? И были и «Конёк горбунов» был, и «Кот в сапогах», я хочу сказать. Тоже спектакль, который существует в той же иконографии, которая была создана художниками. И это замечательно, там потрясающие куклы. То есть, да, всё, спасибо. — Подождите, рано прощаться с Натальей. Мы ещё не выяснили, что вы хотите получить, Наталья. — Я бы хотела... — Театр, книга. — Театр кукол. — К сожалению, маленький цветочек-то у нас уже сорван. — Тогда наш Кировский театр. — Обед из трёх блюд 14 мая, драмтеатр это в 5 часов вечера. И театр «Наспаска», юбилей, бенефис вернее, ну и юбилей, конечно, тоже, да, актрисы Елены Васильевой 14 мая в 16.00. — Чудо любви, которое будут показывать ровно один раз. — Обед из трёх блюд. — Обед из трёх блюд. Хорошо. Всё, не кладите, пожалуйста, трубку. Ольга, дальше вопрос. У нас есть ещё 5 минут. — Да, я задам такой статистический вопрос. Сколько спектаклей будет показано Театром образцов в Кирове? Мы говорили, сколько. Сейчас проверим, как вы внимательно слушали наш эфир. — Ольга называла коллеги. — Я сказала, сколько. — Может, как-то упростим? — А вдруг кто-нибудь заполнит? — Больше такой-то цифры или меньше такой-то цифры? Просто я переживаю, что сейчас начнут считать наши эфиры, потом будем гадать в эфире. — Больше девяти. Ну подождите, вдруг кто-нибудь угадает. Если сейчас, вот я сейчас внутри себя буду до трёх считать. Если никто не угадает, скажу. — В общем, звоните 211-101. Мы разберёмся здесь. Вы, главное, позвоните. Сейчас пообщаемся. — Да ты не уговаривай, они уже звонят. — Уже звонят. — Да, конечно. — Да, мы сейчас будем принимать. — Я верю в кировчан, потому что они внимательно нас слушали. — Слушаем вас. Алло. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Андрей Жигалин, да? — Ну да. — Он точно ответит. — Да. Отвечаете? — Ну я помню, что 10 или 12. — Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, сразу не сдаёмся сразу. — Чуть-чуть. — Андрей, давайте уточнять. — Чуть-чуть меньше, чем... — Вот вы где-то рядом. — А, ну тогда 8. — Чуть-чуть больше. — Так, холодильник. — Да, между 8 и 9. — Десять звучала же цифра, да. — Да. — Причём со всеми. — Так, а сказали, что вы точно ответите. — Андрей, мы вас перехвалили. — Ну, в любом случае, правильная цифра прозвучала. Количество спектаклей, которое будет показано у нас в рамках гастролей. — Но 13 показов. — Да, 13 показов. — Так что что-то близко. — Что хотите получить? — В галерею прогресса. — В галерею прогресса. А что, общество потребления или всё-таки показ, короткометражек? — Фантастические короткометражки. — Хорошо, всё. Не кладите трубку. Поговорите с нашим редактором. — Я успею ещё? — Ещё рок-н-ролл, да. — Денис, если можно только не вторую, а третью произведение, да, оно так будет более эффектным. — Торжественным каким-то более? — Да, оно более торжественное, да. — Ты просто просил про Элика Клэптона? — Если вы хотите hang out, you've got to take her out, cocaine. — If you want to get down, down on the ground, cocaine. — Вот. Дело в том, что вообще у Кейла такая судьба интересная. Все его вещи становились знаменитыми в исполнении других артистов. В том числе Эрик Клэптон принёс им вообще первый хит. Вот нет, это другой. А эта песня интересна вот чем. Когда у нас в Советском Союзе вышла грамм-пластинка Эрика Клэптона, там вот, в отличие от оригинальной, не было как раз вот этой песни. Её убрали. На основании того, что у неё очень плохое название. В этой песне очень плохое название. Она относится, это название относится к такому плохому очень веществу. И песня против этого вещества нацелена. Но у нас на всякий случай решили, что лучше народ не злить. Вот угадайте, пожалуйста, как эта песня называется? Она называется «Водка». Она называется «Цианистый калий». Или она называется «Кокаин». Вот тот, кто ответит правильно, получит приз. Как обычно, три варианта. Подсказывайте, Риндя. Я знаю, что вы знаете. 200, 211, 101. Ждём вашего звонка. У нас осталось буквально полторы минуты до конца культпохода. Надо сказать всего одно слово. Точнее, можно сказать два, да, «Цианистый калий». А это всё плохо, да? «Цианистый калий» не пробовали пока ещё. Но у нас желающие уже... Смотря ты чего. Ладно. Но это советская цензура была, да? Да, конечно, да. Ну, у нас есть уже позвонивший. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана. Светлана. Как называлась песня Джей Джей Кейла, которая не попала на слезскую пластинку? Вы угадали. Да. Ой, как здорово. Причём, на всякий случай, когда Клаптун поёт и на концертах, он добавляет, что «Дяди кокейн». Спасибо. Что это очень плохо, на самом деле говоря. Что вы хотите получить? Я пробовал. Последняя книга «История кометы». «История кометы, как собака спасла мне жизнь». Да, да. Прекрасная, красивая книга. Она ваша. Хорошо. Не кладите трубки с редактором нашим. Пообщайтесь. Здесь «Кокейн» как-то у нас в последнее время часто это слово звучит в нашем городе. Ну, актуально, к сожалению, стало именно. Уже не успеваем ничего разыграть. Большая ли команда приехала из театра к нам? Сколько? Кто? Да, вы знаете, в целом, в общем, благодаря, опять-таки, федеральному центру, 56 человек. О! Да. Команда большая. А кукол-то сколько? Да, конечно. Ну, а про кукол мы не говорим. Они тоже на улице выйдут? Четыре большие форы. Спектакли очень крупные, очень большие. И только вот благодаря зданию, в котором работает театр «Кукол образцово», замечательной сцене, мы все спектакли, очень редко это бывает, я повторяю, все спектакли, независимо от их объема, формата, показываем в этом театре. Вот, 56, ну, опять-таки, приезжают, уезжают, как бы, потому что все-таки город взял на себя такую миссию, как проживание оплачивать, трансферы. Это все-таки для регионов тоже немаловажная составляющая. И, конечно, благодаря театру. Это серьезная поддержка, конечно, и для нас тоже. Да, и благодаря театру, и благодаря правительству Кириллской области, которая поддержала это, это стало возможным. Это не... Я так, насколько мне известно, иногда бывают проблемы, потому что... К сожалению, у нас времени уже практически не остается, проблемы со временем. Знаете, у меня родилось пожелание, если распогодится в нашем городе, если потеплее, то очень бы хотелось, чтобы вы вышли на улицу, что-то вот погуляли, показали себя. Да. С куклами. В этом замечательном месте, да, рядом с театром. Там же очень красиво, красиво, да. Театр замечательный. Да, спасибо, спасибо большое, Ирина Харчевникова и Ольга Андрейкина. Завершаем этот программу «Культпоход» через 20 минут слушайте «Союз нерушимый», который сегодня тоже будет посвящен Дню Победы. Культпоход